Игорь Александрович, добрый день. Приехали к вам поговорить немножко про экономики. Ну вот такая новость сегодняшнего дня, что ЕС продлил санкции против России. Ну новость, конечно, ожидаемая. Но что интересно, что произошло это 22 июня, как раз в годовщину нападения Германии на Советский Союз. В этом есть какой-то символизм. Вы знаете, символизм есть, конечно, в том, что сейчас, я полагаю, мы находимся в состоянии войны с Европой. Эта война новейшего типа гибридная. Война значительно более гуманная, нежели это было, понятно, что гитлерское вторжение. Вообще современные войны, такой тренд гуманный. Вот когда американские ломбардировщики летели бомбить Афганистан, рядом с ними летели транспортные корабли, которые разбрасывали гуманитарные грузы над Афганской пустыней. И там вот до сих пор можно найти эти какие-то отдельные контейнеры с этими гуманитарными грузами. Вот так войны сегодняшние происходят. Вы знаете, хотя писатели их хорошо предвидели, вот есть такой знаменитый роман у Ярослава Гашика. Он рассказывает о том, как с марсианами была война, значит, марсианы атаковали Россию, и они хотели, главное, желудочный сок получить от людей. И вот война действительно началась с марсианами, да, потом, ну как-то она закончилась. Только газеты стали писать о том, что избыток желудочного сока очень вреден для организма, и что поэтому при всех госпиталях правительство организует такие специальные пункты по отсасыванию излишнего желудочного сока. Ну вот, таковая смена правительства, в идеале ее обыватель не замечает вообще. Только чуть-чуть меняется тональность в газетных и теперь уже телевизионных репортажах. И вот такую смену правительства Запад затеял, ведет гибридную войну против нас. Ну Запад, ну Европа, в принципе, она, западная и центральная, она воюет с Россией каждые сто лет, а та только крупная война и почаще. Ну Гитлер, это было вторжение, конечно, не только уже Германии, там все практически страны были представлены, и экономика этих стран работала на Гитлера, и в его армии вторжения тоже они были. Наполеон, это же тоже не французское только, да, это ядро французское, тоже все экономики и все страны были представлены. Ну и помним Крымскую войну, осаду Севастополя. В общем, это достаточно такая норма. Европа время от времени лезет на Россию, потому что ушло поколение политиков, которые помнят о том, что Россию не надо трогать. Появляются новые советники, которые говорят, там, если раньше испанинный император, там Ильин фюрер, мой фюрер, а сейчас говорит, испанин президент России, это колосс на грейных ногах. Сейчас у них новая присказка, Россия это колосс на газовых ногах. Значит, вот ее только толкнуть, она все посыпется. Идут, идут колоннами те, которые желают нас толкнуть. Поэтому, это как бы для нас, в общем-то, норма, кстати сказать, то, что они приняли, это 22 июня, объявили об этом, это свидетельствует, ну, они же не хотели так попасть, они же не хотели, членники Евросоюза, они же не хотят, чтобы их ассоциировали с Адольфом Гитлером. Но это говорит о том, что они безграмотные исторические, что у них советники неадекватные с точки зрения истории, что их нужно всех гнать оттуда, этих советников, что у них политики принимают решения на основании фальсифицированной, либо очевидно недостаточной информации. Точно так же они войну гибридную с Россией начали, точно так же совершили госпереворот в Украине, точно так же они начали гражданскую войну в Донбассе. Вот можно я так вот совсем сделаю? Это главная проблема, понимаете? Они, вот мы, когда видим некоторых наших западных коллекторских, да, все время вспоминается поговорка «спички детям не игрушка». Значит, безответственным, малограмотным, неопытным практически в серьезной политике, а опытным только в аппаратных интригах, так сказать, политическим деятелям доедели ядерное оружие, мощнейшее телевизионное оружие, мощнейшее средство массовой пропаганды, там и так далее, и так далее. И они носятся по этому миру с этим мощным оружием, или как Владимир Владимирович точно выразился в Менхене, как сумасшедший с бритвой по миру. И вот за собой оставляют только руины. Сергей Александрович, мне кажется, что у них пошло какое-то озлобление. Они как бы ожидали, что экономика страны, которая занимает все 2%, даже меньше по мировой, да, она просто, как Обама сказал, она уже растерзана. Растерзана, а тут она не растерзана. И с этим у них, мне кажется, пошла новая волна озлобления. Нет, нет, я не вижу новой волны озлобления. Значит, Запад разделен на три части, на три блока. Первая, это англосфера, Балтийская Европа и Средиземноморская Европа. Значит, англосфера, это, собственно, те, с кем у нас главный, так сказать, комплект, кто, собственно, на нас напал. Да, англосфера играет роль вот этой вот, собственно, гитлеровской Германии в данном случае для нас, или там, наполеоновской французской гвардии, если им нравится такое сравнение. Что для нас, то, что Наполеонов и Гитлер одно и то же, по большому счету. И вторая часть, ну, понятно, сколько мне входит, Британия, США, Канада, Австралия, Мидерланды, так сказать. Значит, это вот такие океанические державы, так называемые. Вторая сфера, это Балтийские страны, они тоже большой, большей частью выступают таким за продолжение гибридной войны с Россией. И третья часть, это Средиземноморская Европа, которая выступает против этой гибридной войны, выступает за экономическое сотрудничество. Вот у них идет там диалог друг с другом, кто победит, и компромисс заключается в том, что, обращу внимание, компромисс очень интересный. Значит, ничего нового не вводим, ничего старого не отменяем, и даже не обсуждаем это, для того, чтобы не вырвали снаружи все эти противоречия и аргументы. Потому что гибридная война против России и санкции, это, конечно, полное безумие, потому что на Донбассе там кто? Там же нет обычной гражданской войны. Понимаете, война в Украине гражданская, но она необычная. В обычной гражданской войне у каждого есть своя правда. Да? Значит, и обе стороны равноправы, равны неправы. В гражданской войне в Украине есть четкий агрессор и бандит, это киевская хунта, и четкие, так сказать, жертвы, это население Донбасса, которое пытается защитить себя от бандитов, захвативших власть Киеве. Получается, что бандитам помощь, жертвам нельзя помогать, и даже кто помогает, как Россия их наказывает. Вот с этим связано. Поэтому это скорее компромисс, нет такой новой волны озлобленности, они, значит, не вновь возлились, просто идет проект. Суть проекта – это организация государственного переворота в России по типу киевского, с целью заменить легитимного президента России Владимира Путина на марионеточную фигуру, ну как вот там Порошенко. А как получится-то? Сейчас, как бы, оппозиции-то нет у нас в России, внятный такой. Может, она есть, но она микроскопическая. Вы знаете, вот с нашей точки зрения действительно ничего не получится. Но, с другой стороны, ведь мы уже всегда говорили, что украинский народ братский России. Нет, немножко скажу так. Представьте себе, что вот вы российский, так сказать, да, значит, какой-то общественный деятель, а я американский политтехнолог или, так сказать, американский, там, значит, ну разведчик какой-то, который вот, значит, мы с вами беседуем, выпив, так сказать, хорошенько, так сказать, на чистоту беседуем. Вот вы мне говорите, у нас же нет в оппозиции России, так сказать, да, значит, это же невозможно, так сказать, значит, сверху такого популярного президента, я говорю, послушайте, но ведь вы же говорили, что украинский народ братский, и говорили, что невозможно. Сейчас смотрите, они ненавидят вас. Там, так сказать, ну, может быть, не все, да, там, конечно, наша пропаганда играет огромную роль, но все равно, смотрите, тысячи, сотни тысяч людей исходят в ненавистье к России. Значит, невозможно и возможно. Сергей Александрович, но они же закачивали Украину и работали над этим, чтобы ненавидеться русских, чтобы воинский народ, а очень долго. Послушайте, отвечаю я вам, мы закачали в Россию денег за эти все эти 25 лет-то побольше, чем в Украине. Побольше уже, и они работают. Кроме всего прочего, у вас же ли-то вся наполовину наша? Они же держат все, у вас министры, половину своей семьи держат у нас, их стальные счета держат у нас. Наша разведка держит половину вашего кабинета членов министра, половину всех этих ваших руководителей госкорпораций вот так вот за слабые их очень места. И в решающий момент мы сажаем кулак, и вот как они там у вас закричат, заверещат, не волнуйтесь. То вы говорите о популярности Владимира Путина. А что будет с популярностью, если метро будет взорваться каждую неделю? Или автобусы будут взорваться каждую неделю? А вы как думаете? Мы же расстрелялись на Майдане больше ста человек, и вот получился критический момент. Мы убили на Украине, чтобы совершить госпереворот, больше ста человек. У вас мы готовы убить больше десяти тысяч. Не волнуйтесь, все, эта популярность очень серьезно упадет. И вот с таким людьми мы бы пытались договориться на форуме в Санкт-Петербурге. И они нам говорили, что новых санкций не будет вводить. Ну, какие-то были договоренности. А эти люди могут в любой секунду нарушить, как раз любые договоренности. Не, не, по-другому, значит, да, уходим из этого диалога, значит, да, значит, российского, пьяного диалога России и Анина Царушника. Значит, в Санкт-Петербург приехали как раз сторонники российской европейской дружбы. Те, кто приехал в Санкт-Петербург, они все против санкций. Не даже определенную гражданскую мужество было, чтобы туда приехать. Но не они принимают решение. С ними, так говорится, было невозможно. Поэтому нельзя договориться о прекращении драки с теми, у кого у вас приятельские отношения. Сергей Александрович, я так понял, что санкции отменят не скоро, если идет такая война, и найдется в самом разгаре. Я могу сказать, когда отменить санкции, примерно, есть два варианта. Первый – это весна 2017 года. И второй – это лето 2018 года. Дело в том, что до выборов осенних 2016 года парламентских уже все бюджеты расписаны. И план организации цветной революции по итогам этих парламентских выборов, чтобы объявить их нечестными, нелегитимными и так далее. Значит, и все бюджеты уже есть. Значит, понятно, что Путин и сторонники его победят на этих выборах, но те будут протестовать. И понятно, что их провалятся. Дальше они соберутся опять и скажут, товарищи, наш план свержения Путина провалился. План свержения провалился, но надо что-то делать, так сказать, еще. И вот дальше есть там у них два решения. Первое – возможно, они скажут, ну, давайте прекращать эту войну уже, все, будем снижать санкции, решать вопрос мира на Украине. Кстати, разрешение украинской кризис элементарно и, может быть, произведено в течение одной недели. Значит, второй план скажет, нет, все-таки заделы есть, все-таки партия войны на сайт, будем свергать тогда по результатам президентских выборов. Поэтому первый вариант, что будут обменять зимой, весной 2017-го по результатам провала свержения Путина после парламентских выборов. Второй вариант – будут обменять летом 2018-го в результате провала своих попыток свержения Путина по итогам президентских выборов марта 2018-го. Ну и последний вопрос, касаясь Циукаса. Меня очень сильно удивило, если сказать, возмутило, записи в блоге Михаила Фодорковского, где он сказал, что русский народ, типа, еще должен сказать спасибо за этот штраф в 50 миллиардов долларов, скажет. Мне кажется, достаточно цинично. Вы знаете, я полагаю, что это, ну, циничность понятна, олигархи все циничны, да, но мне кажется, Михаил Борисович Ходорковский несколько потерял адекватность, будучи там. Слишком много читает иностранную прессу, она во многом фальсифицирует картину происходящего. Ну и плюс все-таки манят миллиарды, ведь ради этих миллиардов ими уже совершенно многочисленные преступления. Ну, к тому же, насколько я понимаю, американцы хотят в случае свержения, так сказать, законного президента, назначить такими ступлюстителями престола Михаила Ходорковского, исполняющего обязанности президента, как Турчинова в свое время, премьером, так сказать, Навального, либо что-то наоборот, такой комбинацией. Ну и Михаил Борисович Ходорковский уже готовится к выполнению этой роли, поэтому все свои действия он расписывает как то, что они соответствуют интересам русского народа. Даже то, что он собирается украсть русского народа 50 миллиардов, это тоже соответствует интересам русского народа. Это потеря адекватности. Но реально, что они получат 50 миллиардов, реально они получат кукиш с маслом? Я считаю, что они получат где-то в районе одного миллиарда. То есть где-то на периферии они смогут какие-то небольшие договоренности сделать, еще такой миллиардик какой-нибудь выцарапать. Но основное тело долго вот это...